Стоит ли использовать родной язык учащихся в процессе обучения иностранному? Вопрос довольно интересный. Хотя надо признать, что время от времени он даже и не встает в том случае, если это не актуально, если вариантов нет, если преподаватель-носитель, то понятное дело, что он не будет учить родной язык учащихся под каждого конкретного учащегося или под каждую конкретную страну, в которую он едет преподавать, сеять разумное, доброе и так далее. Также вопрос не актуален, если группа интернациональная, неважно, преподаватель-носитель или не носитель. Если в группе китайцы, русские, индусы, португальцы и испанцы, то использовать какой-то из этих родных языков учащихся для преподавателей это значит дискриминировать в языковом плане других учащихся, хотя в некоторых случаях в качестве исключения ненадолго можно, ну, во-первых, чтобы произвести какой-то эффект, заработать себе пару баллов со стороны студента в плане авторитета. Естественно, если студент увидит, что преподаватель многоязычный и что он проделал путь освоения нескольких языков, то, конечно же, они с большей вероятностью будут считать, что он способен научить их эффективно и быстро. Также иногда на начальных этапах, особенно для установления контакта со студентами, можно перекинуть на родном языке парой слов с ними, если такая возможность у преподавателя имеется. Ну, конкретно сейчас по теме, то есть использование и целесообразность использования исключительно английского языка при преподавании английского. Только на английском и вот ни в коем случае ни по-русски, русского ни-ни, ни за что на свете, это довольно частый атрибут коммуникативной методики. И кое-кто рискует заявлять даже, что чуть ли не основной. Конечно, каждый раз, когда я вижу что-то подобное, меня передергивает буквально, потому что... Ну, если посмотреть в любой авторитетный, маломальский авторитетный учебник по методике, то у коммуникативной методики будет множество характеристик, а уж отнюдь не одна единственная. Но некоторые организации, допустим, московский International House на своем официальном сайте, недавно я не проверял, заходил туда пару лет назад, но там было заявлено, что методика, собственно, у организации коммуникативная. И в чем она заключается? Заключается она в том, что родной, то есть русский язык, учащихся не используется. Так-то вот. Конечно, на справедливости ради надо все же отметить, что отход от родного языка коммуникативная методика в историческом плане унаследовала от своего, ну, коммерчески так же, когда-то довольно успешного прямого метода Direct Approach, Direct Method. Этот вот прямой метод и название свое, кажется, получил, потому что иностранный язык осваивается как бы напрямую, а именно не через родной, не через посредство родного. Но также тут надо сказать, что некое рациональное зерно в определении коммуникативной методики через неиспользование родного языка есть, потому что на просторах СНГ, да и зачем, чего греха таить, вообще в мире не такой большой спектр всяких разных методик, всякие эксперименты были, большое влияние, когда ты имел аудиолингвализм, и какие-то его элементы остались и прорезвеживаются до сих пор, даже внутри каких-то самых объявленных, самообъявленных коммуникативных курсов. Какое-то влияние когда-то имела так называемая су-гестопедия, де-су-гестопедия, ну не будем страшными словами пугать людей, но не к тому, что в общем-то спектр особенно широкого, особенно широкого спектра не наблюдается в методиках во всем мире, не только в СНГ, а это либо что-то так называемое коммуникативное, либо что-то так называемое грамматико-переводное. И тоже справедливости ради надо сказать, что на начальных уровнях особенно, если разрешать студентам-преподавателям активно использовать родной язык, то что будет происходить? Понятное дело, студенты будут только и делать, что спрашивать, а как это слово переводится, а как это предложение переводится, как эта фраза переводится, как этот текст переводится и так далее. И еще они будут просить, а конючить, а вы еще раз нам вот это правило, пожалуйста, объясните. И, то есть, чем будут заниматься студенты и преподаватель? Грамматикой, объяснением правил, ну и переводом слов и словосочетаний. То есть метод будет какой? Метод будет грамматико-переводной. Тут бы хотелось в этом ключе следующий вопрос, следующий момент отметить. Мне кажется, что для любого преподавателя иностранного языка умение преподавать нулевикам без применения их родного языка это, что называется, навык первостепенной важности. Независимо, будет ли этот преподаватель использовать этот навык все время, частично, или вообще не будет использовать. Но без вот этого навыка я бы даже стал, я бы даже рискнул говорить о профессиональной неполноценности некой преподавателя. На самом деле, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Я имею в виду, ну вот представьте, перед вами 10 человек, и у вас с ними общего языка нет. Либо вы носители, и вы не знаете их языка, либо вы не знаете их язык, и у вас и у них язык, скажем, русский. Но по методическим соображениям организация вам запрещает, или вы сами себе запрещаете использовать русский язык. И надо как-то вот выжить, как-то выкручиваться. Это важно, наверное, просто, ну для начала с психологической точки зрения. Даже вот если вы с ними, с этими 10 в течение 90 минут справитесь без родного языка, то потом вам уже, что называется, ничего не страшно. Если вы им сможете объяснить, что делать в следующем задании, то любому уж другому уровню, что бы то ни было на свете, объяснить трудом не составит, не представит никакого. Такое вот преподавание на начальных уровнях, особенно на нулевом, самым таком стартовом уровне для бэггиннеров, что называется. Это настоящий тренинг, сбучка в плане коммуникативности для преподавателя, потому что, во-первых, приходится подключать мимику и жесты в всю возможную невербалку, так называемую. Во-вторых, это тоже важно, надо уметь терпеть, выносить молчание на уроки. А у нас культура, ну, западная культура в широком смысле слова, она такая очень разговорчивая. Нам даже в лифте иногда неловко ехать и вообще ничего не сказать человеку. И тут вот надо как-то налогчиться и не заполнять, так сказать, радиоэфир своим бесконечным жужжанием для разрядки обстановки. И этот навык дорогого стоит, потому что очень хочется говорить, 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 тараторить, тараторить. И в плане лекции или в плане видео на YouTube это нормально, потому что люди смотрят и слушают, они для этого пришли. А когда народ пришел на курсы иностранного языка, то я не уверен, что они пришли для того, чтобы только просто сидеть и слушать. В-третьих, такое вот общение с нулевиками научает преподавателя говорить максимально четко, бессловесно и шелухи, тезисно, инструктивно, что ли. это не тот навык, который опять же всегда-всегда-всегда нужно включать и использовать, но он очень даже не помешает в большом количестве других ситуаций. В-четвертых, как раз вот с нулевиками без родного языка преподаватель может научиться спокойно и правильно относиться к большому количеству коммуникативных коллапсов. А они неминуемо, они непременно будут случаться, потому что ты им вот объясняешь, объясняешь, а они не понимают. Ты им еще раз говоришь, еще раз объясняешь, они еще раз не понимают. И нормализация этой ситуации, то есть спокойное к ней отношение, это очень важно, потому что в практике преподавания иностранных языков и вообще общения на иностранных языках коммуникативные коллапсы это часть процесса, без которой никак не обойтись и к ним надо относиться предельно спокойно и надо учить учащихся относиться к ним предельно спокойно, а чтобы учить учащихся относиться к коммуникативным коллапсам предельно спокойно, преподавателю самому надо относиться к ним предельно спокойно. Извиняюсь за такую вот длинную формулировку. Немножко, может быть, неудобоваримую. Также на вот этих вот начальных уровнях без родного языка преподаватель учится постоянно отслеживать пони-ли-ли. Потому что если вот на родном русском разговаривать с людьми, то как бы по умолчанию сказал и по умолчанию ожидаешь, что поняли. Ну, простым же русским языком сказано. Чего тут непонятного? А на самом деле очень часто происходит далеко не так. И как раз вот с нулевиками перестаёшь по умолчанию ожидать понимания. Скорее, наоборот, ожидаешь непонимания, что-то говоришь и думаешь, что скорее всего надо как-то перепроверить и отследить, а правильно ли они выполняют это задание, точно ли следуют инструкциям или нет. так что вот так. Ещё раз. Уметь без родного языка обходиться на начальных уровнях для преподавателя это супер-супер важно, супер нужно. Совсем независимо от того, будет ли он пользоваться этим навыком или не будет. Тут ещё один вопрос есть любопытный. Тут я говорил про использование родного языка на уроках по иностранному со стороны преподавателя, но иногда обсуждается и встаёт вопрос, а стоит ли каким-то образом пытаться ограничить студентов в использовании родного языка? И на самом деле некоторые отдельно взятые педагоги или целые даже организации то есть вечерние курсы либо языковые центры либо методический коллектив какого-то образовательного учреждения типа школы или вуза решают прибегать реально к драконовским мерам и пытаться полностью свести на нет использование студентами родного своего языка. Иногда это обыгрывается, но особенно на каких-то вечерних курсах где клиенты дорожат и пытаются к ним подойти всячески гуманистически что называется и поэтому процесс происходит в довольно игровом ключе допустим ставится на стол какая-нибудь прикольная хрюшка, копилка и за каждое слово на родном языке студентам полагается заплатить штраф это какие-то совершенные копеечки но когда вот очередная студентка вынуждена открывать сумку кошелек брать эту маленькую копеечку а все вокруг смотрят и похихикивают и как-то неловко то потом два раза конечно придется подумать два раза студентка как минимум подумает прежде чем снова в ответ на вопрос на английском языке звучащий во время разговорной практики что-то изрекать на родном языке ну и во время разговорной практики это по-своему целесообразно я ничуть не не против подобной практики хотя конечно если студентам дается какое-то задание доводим в парах выполнить грамматическое упражнение то заставлять их тут говорить на английском это как-то странно во-первых нельзя реально это как-то отследить и вполне возможно что преподаватель скатится в ситуацию когда он будет бегать и слошно кричать по аудитории вопить English only English no Russian no Ukrainian no Kazakh no Spanish в зависимости от того на каком родном языке говорят студенты и эта картинка не самая симпатичная да и к тому же если запретить студентам на начальном уровне разговаривать друг с другом на родном языке то мы лишаем возможности чему-то научиться друг у друга иногда это неплохо то есть преподаватель в принципе если запрещает себе переводить какое-то слово для студентов то студенты могут перевести его друг для дружки это самое слово таким образом лучше понять усвоить такой что называется обходной путь они становятся более автономными и к тому же быстрее движутся к цели в плане освоения языка тоже грамматику они могут обсуждать в парах где-то и они превращаются таким образом в лучший более споченный слаженный коллектив когда они могут перекинуться парой слов на родном языке и что-нибудь обсудить вообще даже не имеющие отношения к занятиям по английскому поговорить в появившиеся там две свободные какие-то минутки про свою работу про учебу про какие-то общие хобби сплоченности коллектива что называется и вообще общему прогрессу группы это пойдет однозначно только только на пользу тут я в основном говорил про начальные уровни про уровни же повыше начиная даже уже по common european framework с B1 B2 то есть более или менее уверенного intermediate все-таки отказываться от русского языка от родного языка в широком смысле это несколько на мой взгляд нецелесообразно ну даже вот на лексическом уровне конечно всегда можно каким-то образом выкрутиться и обойтись без без перевода но большой вопрос стоит большой вопрос встает а зачем выкручиваться как мне рассказывала одна знакомая преподавал им английский носитель в корпоративном формате и вот ему надо было объяснить слово по-моему морковка и он пытался конечно показывать какие-то длинные корнеплоды при помощи жестов не очень студенты понимали о чем идет речь потом пришлось каким-то театральным забавным способом изображать зайчика и потом уже когда он показал морковку то есть они поняли что слово carrot на самом деле обозначает ну на это все ушло это было конечно весело скорее всего но это все ушло наверное пару-тройку минут как минимум и может быть это не самое целесообразное использование аудиторного времени на вот такие вот длинные объяснения каждого каждого встречного слова некоторые слова если они вообще абстрактны то передать их сущность иногда гораздо точнее будет при помощи двух каких-то эквивалентов на русском языке или одного даже скажем и это будет более эффективно чем давать дефиницию то есть описательное определение например взять какое-нибудь слово типа inspire конечно можно сказать что inspire это make somebody enthusiastic about something это словно внушить кому-либо энтузиазм по поводу чего-то но не факт что сразу дойдет гораздо эффективнее гораздо быстрее гораздо короче тут путь перевода и сказать что inspire это значит вдохновлять и сразу все более или менее понятно в некоторых случаях описательное определение попросту ну при объяснении лексики не срабатывает если я вам допустим скажу что swift это такая небольшая низколетающая птица с длинными острыми крыльями ну или по-английски что-нибудь типа a small low flying bird with pointed wings то вряд ли до вас дойдет что я имел ввиду именно стрижа даже если вы например профессиональный орнитолог применительно к использованию родного языка от студентов иногда не иногда а вообще довольно часто я бы сказал поступают вопросы типа а как и стоит ли учить себя думать на иностранном языке на мой взгляд вообще все эти сама постановка вопроса и попытки ответа на него это несколько от лукавого потому что возникает закономерный тут напрашивается контр вопрос а думаем ли мы на языке потому что если мы понаблюдаем над вот этим вот когнитивным ментальным процессом в голове происходящим над процессом думания то скорее всего мы заметим что это не какой-то такой цельно оформленный и облеченный в законченную языковую такую вербализованную форму разговор с самим собой в большей степени скорее всего мышление оно сводится к неким таким я не побоюсь этого слова в данном случае мыслеобразом то есть какие-то такие мутные немножечко картинки вспышки цветов запахов и так далее конечно же оно накладывается на язык и то есть какие-то концепты всплывают в форме в форме слов или каких-то выражений безусловно ну как вот эту вот такую кашу из большей или меньшей степени вербализованных мыслеобразов переводить как бы с одного языка на другой это вопрос для меня загадочный высшей степени и открытый ответа у меня на него нет иногда студенты спрашивают вот может быть стоит как-то вести разговоры с собой в голове на английском языке и может быть стоит запрещать себе при разговоре переводить собственные мысли ну по поводу введения разговоров с собой на иностранном языке я всегда говорю ну если у вас такое получается то это замечательно восхитительно и здорово только вот всячески приветствую разговаривайте я не знаю у меня не очень получается как-то вот с собой вести такие осмысленные диалоги разговаривать с самим собой в форме законченных и оформленных текстов или даже отдельно взятых предложений по поводу запрета себе переводить собственных мыслей или вот это набивающего или уже набившего даже оскомину переводить собственные мысли не стоит надо сразу думать на иностранном языке и вот какие-нибудь тоже очередные курсы как маркетинговый ход пишут на сайте где-нибудь что вот мы мы научим вас думать на иностранном языке вы будете сразу даже уже на начальных уровнях сразу думать на начальном на иностранном языке на английском языке на немецком языке на французском языке и вот мысли у вас типа не будут приходить в голову на родном языке мне очень интересно как это можно на практике сделать залезть в голову и сказать мыслям вот вы сюда не ходите вы туда ходите и на самом деле тут любопытный момент что часто бывает что если вы знаете помимо родного языка еще какие-то иностранные и учите очередные иностранные то допустим вот в моем случае если я пытаюсь говорить по немецки у меня часто всплывают не русские а первоначально какие-то английские слова если я пытаюсь говорить по французски у меня в свою очередь всплывают немецкие слова учитывая что мой скажем разговорный немецкий несколько заметно лучше моего разговорного французского и вот это происходит не только со мной я встречала еще подобные наблюдения что они озвучиваются другими людьми и в общем да можно предположить что вот как бы вот родной язык а иностранные языки в голове они в какой-то другой комнате они вместе там живут хотя тоже тут однозначно утверждать что чем больше там языков живет тем они будут смешиваться тоже это фобии опасения не сильно обоснованные если чаще пытаться на каком-то языке говорить то постепенно он как бы активируется активизируется и проблем с переключением особенным не будет это просто если вот скажем немецкий сильно заржавел и давно на нем не удавалось поговорить и вот пытаешься на нем как-то объясняться то будут скорее всего ангелеские слова более привычные в голове выскакивать ну естественно если никаких иностранных языков кроме изучаемого английского нет то скорее всего понятное дело будут первые слова выскакивать на русском языке и изловчиться каким-то образом так чтобы сразу появлялись английские слова а эти русские куда-то делись это маловероятно тут вообще родной язык он на то и родной что его что называется не задавишь не убьешь он будет прорываться через любые 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 баррикады не убьешь не убьешь